Все, значит, какая-то. Я уже давно объяснил, какая. На плечо и на чистую руку. Меня спрашивали, ну, конечно, бы он проиграл. Как может брактер драться с бойцом, который практикует смешанное единоборство? Это бред. То есть вам бы такое никогда не подошло? Скажем так, у меня регулярно спрашивают, не хотите ли вы драться по боям без правил. Я говорю, ребята, у вас голова на своих мячах есть? Для этого нужно потратить годы, чтобы быть бойцом без правил. Точно так же, как любому виду спорта надо отдать годы, понимаете? И для этого надо очень многому учиться. Нету? Значит, вообще, мне ни одного раза не было показано, где этот рематч, где это право. У меня в контракте это не стояло. Слушайте, ну, давайте уже не будем. Я еще насчет того боя фактически относился. Ну что, сейчас устроим матчи этих ветеранов. Коему эти проблемы и не ушли. Кроме как в Германии он нигде боксировать не может. Ну, знаете, он же сейчас имеет право, скажем так, вам обязательный претендент за звание WBA. Я уж не знаю, вряд ли Фейд поедет в Германию. И как там они будут решать вот эти вопросы с его здоровьем. Потому что я так понимаю, что эта штука не вылечивается полностью. Поэтому здесь как-то вот как это все разобьется, я сам не знаю даже. Я и прогнозировать не хочу. На тот момент у меня полной прививки от гепатита не было. Поэтому, в принципе, этот бой никак не мог состояться. Тем более его финская организация не функционировала. По поводу Чегаева я вам не отмечу еще ничего. Ну, что-то это не застанно, что мне самый сильный удар у кого-то. Да, они не одинаковые. Ну, понятно, что за исключением тех, которые были там в начале, когда я еще только начинал. Интересная игра. Хотелось бы больше времени ей уделять. Но, знаете, ступер, наверное, оставим реальное обучение, настоящее, когда будет побольше времени. А сейчас я все-таки по-дилетантски, в большей степени. Таким макаром, как сейчас, я ступер, ну, всеми темпами. Профессионалом я не скоро стану. Кто ее отменял, коррупцию? Но, скажем так, в моем случае не могу сказать, чтобы было много коррупции, я имею в виду, в отношении меня. Да. Но оба случая, когда я проигрывал, она не ва мне с собой. Ну, скажем так, любой более-менее равный бой, вы же понимаете, там, в принципе, я не хочу делать голословных заявлений по той простой причине, что для того, чтобы что-то заявлять или обвинять кого-то, можно обладать фактами. А все, все это на уровне каких-то, даже не фактов, просто невероятного стечения обстоятельств, или не фактов, а случаев, которые сами за себя говорят. Хорошо. Ну, просто я видел, реально, когда люди проигрывали бой, это было видно, и публика это понимала. Однако, все равно, в общем случае, в худшем случае, давали ничью этим людям, или еще более того, поднимали руку. Ну, как бы, вот в этом и есть оборотная сторона Луны, а профессионального бокса, то же ничего не поделаешь. Шоу-бизнес, шоу-бизнес. Шоу-бизнес, правильно. Что сегодня выгодно, то и живет, говорит. Ну, да. Знаете, я даже могу сказать, что оба раза в случаях, когда я проигрывал, я загадывал, как-то я сказал еще так, Манжелу Добриляну, я говорю, Владимир Владимирович, когда будут ставки моего соперника превышать, то есть все будут, грубо говоря, верить в меня, что будет у меня победа, да, и ставить против моего соперника, и в случае равного боя ты увидишь, что поднимут руку моему сопернику. В общем-то, я не могу сказать, что мои соперники были очень слабые, нет. Оба были достойные, но оба раза тот бокс, который был, я думаю, это не давало им права поднимать руку. Это могла быть ничья, матч реванши и прочее, но тут уже, как говорится, все решали. связи, таком-то и прочее, и прочее. Да, да, бывает. Но это опять же, я как бы вам говорю это, понимаете, да, без фактов. Не, ну конечно. Это было слишком явно видно, вот поэтому я так говорю. Размышления, я понимаю. Да, это размышления. Размышления. Так как с Италием уже не получится, может быть, с Владимиром получится? Еще.